Всем привет! Продолжаем изучать творчество художников Уильям Дайц, шотландский художник, сыгравший роль в формировании государственного художественного образования Великобритании, системы школ Южного Кенсингтона. Дайц был связан Брастом при Рафаэлитов и сыграл определенную роль в их ранней популярности. Родился в 1806 году, дядя был генерал Александр Дайц, старший брат профессора Робера Дайц из Франции. После учебы Дайц рано проявил способности к дизайну и начал свою художную карьеру в школах Королевской Академии в Эдинбурге в Лондоне. В 1825 году он впервые поехал в Рим, где изучал работы Тициана и Пуссона. В 1837 возглавил школу дизайна в Эдинбурге, ну а затем был приглашен в Лондон, где он и обосновался впоследствии, чтобы возглавить недавно созданную государственную школу дизайна, впоследствии ставшую Королевским колледжем искусств. Прежде чем занять этот пост, он и его коллега были отправлены во Францию и Германию, чтобы узнать, есть ли там дизайнерское образование и подготовить некоторые отсчеты. В 1844 году, будучи назначенным профессором изящных искусств в Королевском колледже Лондона, он прочитал очень важную лекцию теории изящных искусств. В 1835 году был избран членом Королевской Шотландской Академии, но от этой чести отказался, поселился в Лондоне, а затем стал почетным членом Академии. Я цитирую переводную Википедию. Дайс известен как основатель общества Матетто, которое стремилось продвигать восстановление и литургически использованного в давно забытых произведениях английской церкви. Он был отмечен как способный органист, а также считается автором некоторых музыкальных произведений. Фигура, наиболее связанная в шотландском искусстве с прерафаэлитами, подружился с младыми прерафаэлитами в Лондоне и представил их работы влиятельному искусствоведу Джону Раскину. Его более поздние работы были прерафаэлитскими по своей духовности. Позже в своей карьере Дайс обратился к фресковой живописи и был выбран для выполнения серии фресок в недавно завершенном Вестмистерском дворце. Готовясь к работе в Вестмистере, он вернулся в Италию в 1845-1847 годах, чтобы изучить применяемые там техники фрески. Особые впечатления на него произвели фрески Пентурики в библиотеке в Сиене и работы Перу Джина. Дайцу было поручено украсить комнату для одежды королевы во дворце. Он выбрал в качестве своего предмета легенды о Артуре. Работал над фресками в Вестмистере, когда потерял сознание, а затем умер в своем доме в Стритхеме в 1864 году. Похоронен в церкви Святого Леонарда. Там же. Ну вот, собственно говоря, все, что мне удалось найти о Уильяме Дайсе, шотландском художнике, который сыграл роль в формировании государственного художественного образования Великобритании и системе школ Южного Кенсингтона. Все. Всем пока. Всем привет. Смотрим работы. Пока-пока.